Сегодня у нас проект посвящен такой достаточно интересный, не проект, а сегодняшняя встреча наша посвящена такой интересной теме, как «Шуты при дворе русских царей». Именно «Шуты» были не единожды, причем это не те «Шуты», которые в понимании какие-то там еродивые, бездарные, простые люди, нет. Вот могу напомнить, что при Анне Иоанне, наверное, все читали в свое время Ложечниково «Ледяной дом». Помните, там был князь Михаил Голицын, которого женили на кончидалке в Жениновой. Именно князь Михаил Голицын из такой родовитой ветви, которая тогда, правда, считалась несчастливой. Вет Васильчиковичей. Вот, и судьба была достаточно печальная, то есть он поехал сначала за границу, там встречал женщину, которую полюбил. Она была патолической верой, и он там тоже был бежен принять, стать католиком. Женился на него, родил ребенком, но хотел вернуться в Россию, и в комнате они вернулись в Россию с ребенком. И подальше от Питера поселились в Москве. Все равно об этом стало известно, кому надо. Его схватили, жену с дочкой. То ли, так сказать, в ссылку, то ли вернули обратно. А его доставили быть шептой. И вот такая вот история с ним переключилась. Сегодня будет история тоже не менее интересная. Тоже человек достаточно родовитый. Сегодня перед нами выступит юрист-уралитик КРС Ступинского народных сквозаводов районов Золата Татьяна Константиновна. Поэтому ей слово, она сейчас расскажет. Может быть, Света? Да, Света. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Я сегодня хотела бы рассказать о своих находках, связанных. Вообще, изначально это был мой кривический проект. То есть поиски были направлены исключительно на кривические цели, а в результате оказалось, что уже и генеалогические. Потому что, честно говоря, я сама не ожидала такого результата. В качестве маленькой предыстории вообще, грубо говоря, в инфоповоде, который послужил началом моего исследования, это краткое сообщение в книге одного автора. Автор жил в 19 веке. Но огромный минус этого сообщения был в том, что оно никогда мало кем воспринималось всерьез. Почему? Потому что очень сложно найти документы какие-то, которые подтверждали бы утверждение этого автора. Я так завуалированно говорю, постепенно сейчас подведу к теме исследований. Вот данную книгу я прочитала, то есть вот увидела это сообщение лет уже порядка около 10 лет назад. А восприняла это как миф, легенду. И вы знаете, очень многие люди, и местные жители в том числе, они тоже считали, что это все не так. Вот. Но теперь оказывается все так. То есть все правильно. Вот. Ну, начнем. Ближе к делу. Ирина, можете, пожалуйста. Вот. Вот. И, собственно, главный герой сегодняшнего вечера – это Иван Алексеевич Балакирев. Вот. Ну, если в двух словах говорить о нем, то есть это, безусловно, известный очень многим, я думаю, персонаж, историческая личность. Причем настолько этот персонаж хорошо освещен, скажем так, не только в научной, даже не научной, скорее просто популярной литературе и билетристики, что он зачастую людьми воспринимается вообще как легендарная, практически, вечность, которой не существовало никогда. Вот. Например, вот хочу сказать одному своему знакомому, я как-то рассказала, говорю, вот я сейчас занимаюсь Балакиревым, я нашла его родственников. А он действительно существовал? Я говорю, да. Это не выдумка Балакирев, действительно реальный персонаж. Изначально он был определён Преображенский полк солдатам, это так краткие, хрестоматийные, да, такие данные, да, он был определён солдатам Преображенский полк, затем был взят для домашних услуг, да, как во дворец, вот, затем был, это при Петре Первом. Вот, далее был назначен ездовый Екатерина Алексеевна, супруги Петра Первого, вот, и здесь началась его деятельность, скажем так, не только на поприще, вот, своих непосредственных, да, должностных обязанностей, но он и выполнял роль посредника в романе Екатерины Алексеевны и коммергера Вильяма Монса, вот. Вот, но он носил письма, был расцельным, вот, и спустя какое-то время на Балакирева сделали донос, вот, Монса казнили, Балакирев, скажем так, легко отделался, вот, его наказали шестью детьми ударами потогами и отправили в ссылку. Затем, когда умер Петр Первый, пришла к классе Екатерина, она его вернула назад в Петербург, одарила имениями в Касимовском уезде, я прошу обратить внимание, именно на Касимовский уезд, вот. Вот, и далее, уже только при Анне Иоанновне Балакирев формально был расчислен штат придворных дураков, то есть, да, это он был вообще уже прапорщик преображенского полка, то есть, по большому счету, грубо говоря, формально шутом при Петре Первом он не был, вот. Да, если был майор, потом спал шутом, шутом. Ну, вот. Ну, вот еще интересная особенность, то, что касается хрестоматийных, да, так называемых данных, что у тебя в Алакире, грубо говоря, даже тоже в Википедии, да, то есть, везде написано, что он умер, скончался в 1769 году, но я ссылаюсь на работу, это монография доктора музыковедения, доктора искусствоведения, музыковеда Татьяна Андреевна Зайцевой, работа посвящена композитору Милию Алексеевичу Балакиреву, вот, и она, собственно, изучила родовой архив Милия Балакирева в рукописном отделе Института русской литературы РАН, вот, и вот в этом родовом архиве можно встретить иные данные о дате смерти Ивана Алексеевича, то есть, это 1742 год, разница там приличная, да, да, это данные, эти данные вытекают из прошения вдовы Балакирева, Анна Алексеевна Балакиревой, девичестве Морозовой, вот, прошение, собственно, вот оно следствие, и она пишет, что после его, Балакирева, то есть, осталась я, да, сестра его родная, А в дате Алексеева дочь, дочь майора и Иванова жена Наталья, вот, то есть, еще здесь из этой же записи, помимо, по всей видимости, реальной смерти, даты смерти Шута, но также, собственно, видим мы еще наличие сестры у Ивана Алексеевича, хотя, в принципе, вообще, данных о семье Ивана Алексеевича не так много, то есть, опять же, повторюсь, это такая личность, которая путана тайной, вот, и поэтому очень, то есть, там очень многие вопросы, даже вплоть до вопроса именно о месте рождения, к чему мы сейчас перейдем, вот, вот, даже этот вопрос, он, в принципе, обозначен так, очень смутно, потому что есть несколько претендентов, которые, вот, мест, которые бы могли, наверное, именоваться родиной Ивана Алексеевича, вот, и теперь возвращаемся к нашему по поводу, Ирина, можно, пожалуйста? Вот, вы видите, таблошка, как раз того самого сочинения, о котором я говорила, Иванчин Писарев, Николай Дмитриевич, прогулка по древнему Коломенскому уезду, замечательная книжка, известная, я думаю, очень многим, всем, тем, кто интересуется кроведением, местной истории, в частности, Коломенского района, Ступинского района, современных, вот, и вот, как раз в этой книжке, как раз вот содержится очень важная информация, та самая, которая спровоцировала интерес Ирина, можно, пожалуйста, следующее А вот, как раз это, выдержка из книжки, что, близ усадьба Троицкого, Троицкое, поясняю, это село Галачелово, Троицкое, Галачелово, современное село Галачелово, находится в деревне Балакиревска, где родился известный острят, развлекавший Петра Великого в тяжкие минуты его царственных забот, знаменитый Балакиревс Вот, разумеется, увидев такую информацию, хочется ее как-то проверить, потому что, к сожалению, вы видите, что Иванчин Петерев не сносит, ничего нет Там даже нет, собственно, никакого такого вступления, да, вот, по которому можно было бы судить хотя бы, откуда он взял эту информацию Единственное, что непосредственно перед этой записью, запись Иванчин Петерева о том, что в Галачелово живет священник, которому 105 лет, но он все еще прекрасно помнит и очень хорошо себя чувствует Вот, то есть, такое ощущение, что, судя по логике изложения, что Иванчин Петерев услышал от этого священника данную информацию Ну, поскольку нет подтверждений, даже больше скажу, то есть, местные жители, опять же, тоже не знают, я как, ну, интересовалась, спрашивала То есть, многие с удивлением говорят, какая-то Балакиревка, то есть, здесь даже вопрос не в том, что родился ли Балакирев здесь, а в том, что вообще была ли Балакиревка Потому что ни на одной карте старинной, ни на планах минерального наживания В большинстве подавляющих печатных изданий нет упоминания о таком селении Вот Поэтому, конечно, я скорее даже не озаботилась этим вопросом, я приняла это, как и многие, за местную такую легенду Вот, и прошло с тех пор вот 10 лет, и неожиданно в архиве я нахожу одну очень интересную информацию Вот, но еще перед архивом есть еще вот, еще одно упоминание о Балакиревке Ирина, можно, пожалуйста? Вот, спасибо Одно все-таки упоминание встречается, это в печатном издании в Волости важнейшее селение Европейской России Там в Галачелово, скобочках, дополнительные, как название, да, вариации, Балакиревая, ну, это Балакиревая Рудневка При речке Нудовке, вот, на самом деле, это не Нудовка, а река Гальновка То есть, это первое упоминание, которое все-таки говорит о том, что не совсем легенда Вот, и второе, самое важное, пожалуй, упоминание, которое сподвигло меня взяться за изучение Мало того, что селение Балакиревка, так еще и, собственно, Балакиревых Это вот, как раз материал из поселенных ведомостей Прошу прощения То есть, как раз вот, то, что касается селения Галачелова Вот оно указано именно так, как здесь, то есть, даже на первом месте стоит Балакиревка, скобочках Галачелова И далее замечательная фраза, приписанная карандашом То есть, написано, да, что крестьяне являются собственниками всей земли сельской И далее карандашом приписана фраза О том, что, почему называется Балакиревка? По барыне Ибо она была Балакирева, еще 55 лет назад отпустила, была престарелой, сродников не было со всей землей Вызывали, конечно, удовлетворение, датировка, когда это было, 55 лет назад Потому что поселенные ведомости, они как-то без даты идут Ну, понятно, что после 1861 года Поэтому, примерно, путем каких-то расчетов можно было предположить После, вот, сейчас, срочетов Да, после, после Это там не без крестьян, а просто срочетов? Да, то есть, вот просто 76-й год чаще всего. Да, ну вот нет, там я так поняла, что не ранее 72-го, там по косвенным признакам. Ну вот по другим признакам, как-то 76-й год. Да, но оказалось, да, действительно там, получается, как раз Балакирева, забегая вперед, скажу, что она умерла. Я пока еще не напала на запись о Дмитрика, да, ну именно когда она умерла, но явно не ранее 819-го года. Вот, ну, пойдем далее. Вот, собственно, я увидела эту информацию о Балакиревой, опять же, посмотрела себе в ближайших доступных изданиях, у Кусова, например, да, популярное, я думаю, издание, многие знают. Вот, посмотрела доступные, собственно, какие были в округе помещики, с какими фамилиями, Балакиревых не было, конечно, удивилась, думаю, ну ладно, уже зацепка. Вот, и неожиданно, спустя, наверное, год, ответ приходит со страниц художественного произведения, известного, думаю, довольно многим. Ирина, можно, пожалуйста, ой, да, что-то, извините, что-то напутала немножко, ну, ой, ладно, нет, нет, назад тогда, пожалуйста. Вот, в общем, это произведение, это роман Валентины Савичи Пикуля «Слово и дело». Неожиданно на страницах этого романа я встречаю следующую информацию. Валентин Пикуль пишет, что однажды Шут Иван Балакирев начал хвастать императрицей Анне Ивановне про дядю своего, Гаврилу Семеновича Балакирева, что ныне Драгун в отставке имеет свое жительство в сельце Маковицы по уезду Коломенскому, и что он очень весел, и сам Иван перед ним отставной козы барабанщик. Вот, и здесь следует, я думаю, остановиться и пояснить, что Маковицы, по сути, это то же самое, что Галачелова. Вот, то есть это довольно сложный такой процесс, как бы, это селение имеет несколько названий, в принципе. Ну, вот, Маковицы вообще, это одна из вариаций названий села, вернее, одной из его частей, поскольку Галачелова на протяжении 18-19 веков был поделен между несколькими владельцами. Вот сейчас следующий слайд как раз, спасибо, ведется к стати, вот здесь видно, это спутниковая карта, современная Галачелова. Вот, и что мы видим, то есть, у нас ориентир, здесь две церкви, здесь были две церкви, раньше было, сейчас осталась только лишь одна. А границы проходили так, сейчас на территории здесь СНТ дачи, на территории этих дач, это вот, все принадлежало Бутурлиным и Татищевым. Эта часть, северная, принадлежала Настасье Гавриловне Михайловой, жене титулярного советника Михайлова. А здесь, ну, церковная земля, вот, то есть вот таким образом село было поделено, прям вот-вот по живому просто. То есть, это был действительно по сути единый такой жилой массив, но владельцев там было много. Вот, это вот, чтобы, собственно, понимать эту ситуацию. Вот, и так, как раз вот, вот почему, то есть в чем разница, да, то есть Маковиц вообще, это древняя административно-перриториальная единица Коломенского уезда. Вот, вообще, в принципе, это вопрос такой спорный, считается все-таки точно, где был центр этой административно-территориальной единицы. В принципе, большинство авторов, я в том числе, считаем, что все-таки это Галачевово, а не село Троицкое Лобаново, которое находится в нескольких километрах от него. Вот, и, то есть, получается, то, что именовалось Галачевово, как раз, село Галачевово, это имение Бутурлиных-Хлоповых. Вот, на следующем слайде там как раз представлены, Ирина, можно спросить? На следующем слайде как раз представлены это владельцы, собственно, это соседи Балакиревых. Забегая вперед скажу, что, да, все-таки Балакиревы были недалеко. Вот, соседи Балакиревых, это Хлопов, Бутурлины. Изначально Галачевова принадлежала вот эта часть тела, где дачи, да, принадлежала Хлоповым. Это старая их вотчина, так по фестовым книгам еще выходит. Вот, но по свойству перешла к Бутурлину. Так, еще, кстати, извините, тоже лирические отступления, просто уж очень загадочное силуэто Галачевово. Само название очень интересное. Вот, есть несколько версий происхождения названия. Первая версия, она опять же у Иванчины Писарева освящена в его книжке. Первая версия, наверное, самая популярная, такова, что без Галачевова есть курганы, они действительно есть. Вот, и здесь вот он говорил, что предание относит прибавочное имя Галачевова, поскольку село именуется то Галачевово, то Троицкое Галачевово. Вот, и он писал, что предание относит прибавочное имя Галачевово к долго остававшимся непогребенным трупам. Ну, после боев. Вот, есть еще одна версия интересная. Мне о ней рассказал учитель Большой Алексеевской средней школы Ирина Волкова. Вот, и она, в свою очередь, говорила о том, что сестры Свято-Троицкого и Белопесоцкого женского монастыря, в те годы, когда подворье монастыря находилось в Троицкой церкви села Галачевово, рассказывали ей, что до смутного времени в Галачевово находился женский Троицкий монастырь, который был разорен литовцами. А при Иване Грозном в этот монастырь постригали женщин, изменивших мужу, забревали чело, голое чело. Вот, в принципе, версия, на мой взгляд, наверное, наиболее состоятельная. С учетом того, что, в принципе, доказательств письменных, да, от существования монастыря нет, кроме, опять же, сообщений Ивантина Писарева, вот. Но есть все-таки некоторые, я подробнее, я сразу скажу, что у меня довольно большая работа, посвящена вот и Балакиреву, соответственно, вот и Галачевову, вот. И там как раз я обосновывала, в том числе, логически, по крайней мере, на основе вот анализа пестцовых книг, текста пестцовых книг, вот именно наречия монастыря. Все-таки там есть зацепка. Вот, на это опять мы ушли немножечко в сторону. Вот, на следующем слайде... Вот, да, извините, видите, у меня слайды немножко перепутались, моя накладка, это вот, да, как раз... Секунду, да, это как раз про... Возвращаясь к роману «Слово и дело», вкратце, это почему важно, да, писать вкратце, насколько есть... Все, пожалуйста. Да, вот назад можно, пожалуйста, слайд? Спасибо, да, большое. Вот, это вот, собственно, о чем писал Пикуль в своем романе, мы потом сравним, что было на самом деле. Говоря о встрече императрицы с дядей Балакирева из селения Маковицы. То есть, да, императрица, желая повеселиться, после рекламы своего... племянника, который отрекламировал своего дядю прекрасно, да, она вызывает в Петербург Гаврила Семеновича, вот, и Гаврила Семенович начинает, так же, как его племянник, видимо, да, у них это, безусловно, наследственное, начинает острить. Вот, то есть императрица спросила о том, есть ли разбойники в уезде, где вы живете. А Балакирев сказал, что, коли правители да воеводы разбойничают, так и простой народ под стать им, на большую дорогу выходит. Императрица, разумеется, это не понравилось. Но это опять же, то есть, это художественный, да, текст художественного произведения. Вот, и попросила дядюшку удалиться к себе в деревню. Вот, это, собственно, вот то, о чем писал Пикуль. Ну, Пикуль, Пикуль, художественное произведение художественным произведением, а все-таки история, она требует доказательств, да, хороших таких источников, да, потому что мало ли, да, что может быть. И вот, мне удалось обнаружить ту основу, собственно, тот исторический документ, который действительно, в котором упоминается Гавриил Семенович Балакирев, селение Маковица, Коломенского уезда. Вот, как раз на следующем слайде, там будет, опять же, обложка презентации этого документа. Вот, можно, спасибо. Чуть-чуть назад, вот обложка, где, да, вот эта книга записная именным письмом и указан интероприца Анны Ивановны и Елизаветы Петровны, Семена Алексеевича Фултыкова. Ну, по сути, эти письма, да, они не носили такой характер, какой-то, собственно, классический такой пистолярный характер не носили, а скорее это были наказы, приказы какие-то краткие и, в принципе, будничные и иногда государственные. Вот, и в этой книжке как раз далее, можно, пожалуйста, вот, мы видим, собственно, переписку, самую настоящую переписку, вернее, не переписку, а просто теорию писем от Анны Ивановны, собственно, Семена Андреевича Фултыкова. Вот, ну, для начала, прежде чем о Гаврине Семеновиче, да, говорить, перейти к главному сообщению, маленькая предыстория, вот, собственно, Иван Балакирев женился на дочери Алексея Морозова, это крепостная книги Никуракиной, Анна Алексеевна, как раз мы о ней говорили, вот, и Морозов обещал дать преданное приличное за свою дочь, но почему-то он и Морозов всех денег ему Балакиреву не отдает. Тогда прикажите, призвать Иванова Морозова и приказать ему, чтобы он эти деньги отдал, вот, и велеть с него, доправить, и какие есть долги на Балакиреве, то есть речь идет о долгах, не просто, да, на следствие долга, вот, а именно Хитрова и Татищева, вот, собственно, чтобы долги были оплачены, там, о заемных деньгах идет речь, вот, и о деревнях, то есть были заложены деревни Балакирева, какие-то деревни, к сожалению, не написаны, они в данных о том, какие, вот, заложены деревни. Вот, и следующее письмо, то есть это февраль 732 года, можно, пожалуйста, следующее. Вот, далее вот как раз вот то самое подтверждение, опять, вот, существование, да, дядюшки в Коломенском уезде, в принципе, практически словами пикули, только немножко другое повествование, то есть, да, это было на самом деле все несколько по-другому, то есть Гаврила Семеновича вызывали Петербург не для того, чтобы он повесилил, да, императрица, а чтобы императрица пожелала его сыскать и объявили ему для того, чтобы не испугался, что до него, кроме нашей милости, никакого дела не касается, вот, отпустить его домой, а долги, которые имеются на Балакиреве, собственно, дать ему заплатить, то есть, по сути, для того, чтобы Гаврил Семенович мог оплатить долги, видимо, вот эти заложенные деревни, я подозреваю, что одна из них точно, это вот это вот селение Балакиревка, вот, раз Гаврила Семеновича вызвали, вот, и, собственно, то есть она для этого вызывает Петербург Гаврила Семеновича, вот, и Гаврила Семенович был доставлен в Петербург, как раз от меня на следующем слайде, можно, пожалуйста, да, вот, да, он был вызван в Петербург, вот, кажется, уже приехал в Петербург, вот, императрица об этом знала, но Гаврила Семенович оказался, видимо, человеком скромным, очень, или пугливым все-таки, хотя ему говорили, что не пугайтесь, вот, вот, и императрица пишет пол такого, что десятый день сей, как Балакирев дядя с Москвы поехал, по вашему письму окна, Петербург еще не бывал, мы с вами не знаем, ничего так долго идет, вот, и далее еще чуть позже прибавлено, что дядя Балакирев, он здесь действительно есть, его привезли, только он мне не показался, сейчас назад отпущен будет, то есть все-таки реальной встречи с императрицей не было, немножко не так, как описано у Пекуля. Так, вот, а, и еще продолжение. Через год, в 1733 году, дядя Балакирева посылает Ане Ивановне челобитную, а наследствие в его деревнях, по результатам рассмотрения, которые государы неопринимают решение в отношении деревень, указ учинить и Балакиревым отказать исправить. Вот, челобитная с приложенным списком деревень была посылана на вотчиную коллегию, вот, к сожалению, приложением не идет, вот, да, как раз, к этому. Вот, и вот сейчас, как раз, вот, да, можно, пожалуйста, следующий слайд, вот, как раз то, что касается, опять же, Галачелова, то есть, возвращаясь к сообщению Иванчины Писарева, да, в прогулке по древнему Коломенскому уезду о том, что родился здесь Балакирев Иван Алексеевич, вот, опять же, возвращаясь к личности этого священника, раз уж мы стали отвечать вопрос Балакиревых, то хочется как бы попросить о всех людях, так или иначе, имевших, видимо, отношение к этой информации, вот, о том самом 105-летнем священнике, удалось выяснить, как его звали, это Иерей Тимофей Димитриев, он был настоятелем церкви Николая Чудотворца, что маковцы, то есть, данные об этом священнике прослеживаются по исповедкам за разные годы, вот, из всех, из всех лиц, скажем так, духовного звания, он был самый старший, то есть, очевидно, это он, вот, вообще так, если говорить, в принципе, в Галачелово стояло два храма, то, что касается исповедок, да, это важная информация, в Галачелово было два храма, Троицкая церковь, Никольская, вот та церковь, которую вы видите на экране, она сейчас, она осталась одна, второго храма уже нет, вот, Троицкая церковь, это бывшая Никольская, вот, два храма стояли практически стенка к стенке, очень близко, вот, было это обусловлено тем, что селом владели двое, да, это Бутурлины и Татищевы, вот, там был конфликт, связанный с постройкой храма, поэтому, как бы, тот храм, который был построен позже, он, вот, был, понимаете, таким вот, можно сказать, протестом своего рода, вот, в этом споре, вот, и, забегая вперед, могу сказать, что та Балакирева, которую мне удалось найти, и, видимо, и дядюшка Балакирев, вот, они были прихожанами Троицкого храма, которого сейчас, к сожалению, нет, вот, сейчас на этом месте просто, ну, трава и красивые полевые цветы, вот, но под травой все-таки видны еще остатки церковного пола, вот, и, вот, как раз, скорее всего, там еще и недалеко было кладбище, которое указано на карте советского краеведа Кожемякина, вот, и, ну, от кладбища тоже сейчас уже ничего не осталось, я думаю, что, полагаю, что Балакиревы похоронены на этом кладбище, вот, в общем, таким образом мы видим следующую картину, что письмами императрицы подтверждается, что, да, действительно, Балакиревы были, были в Коломенском уезде, мало того, эти Балакиревы, собственно, это те самые Балакиревы, конечно, из всего огромного рода, да, те самые Балакиревы, которые имеют отношение к шуту Балакиревы, причем довольно близкие родственники, это дядя Балакирева, вот, ну, собственно, что же дальше после дяди, вот, ну, Ирина, можно, пожалуйста, сказать, вот, я, к сожалению, мелко все-таки получилось, я подготовила на основании имеющихся меня данных, включаясь по ветке, вот, данные в хронологическом порядке овладельцах села Троицкого, это по-немике тоже, потому что название гуляли там, то Троицкое, то Роднева, Гальнева, в общем, то Маковица как раз, вот, и что мы видим, то есть, какие были владельцы, да, что показано, то есть, 1732 год, первое упоминание, как раз вот, селение Маковица, говорил Семенович Балакирев, был ли он владельцем, ну, к сожалению, из писем императрицы этого не видно, может быть, он там, там же написано, что он там жил, не факт, что он был владельцем, вот, но, тем не менее, вот, 1739 год, владелец из села Троицкого указана помещица Варвара Семеновна Еропкина, вот, которая потом овдовела, вот, после нее владельцем стал Андрей Михайловский Михайловосесор, он был, собственно, супругом, уже следующий владелец, вот, Настасья Гавриловна, Балакирева, и, конечно, тут начинаешь думать, нет ни одной, вот, за исключением первого упоминания, нет ни одной фамилии Балакирев, куда они делись, вся Балакирева, вот, и начинаешь думать, какое, хотя бы, вот, какое отношение, какая связь может быть, вот, так или иначе, вот, все, между всеми этими людьми, и, конечно же, сразу бросается в глаза, что дядя-то Гаврила Семенович, а есть еще Настасья Гавриловна, Михайлова, разумеется, по мужу, как доказать, и вообще, даже не доказать, а как понять, кто она, может быть, это просто совпадение, ну, вот, просто, наверное, удача, какое-то счастье в исповедках, в 1791 год, Настасья Гавриловна Михайлова, которая, вроде бы, была все время Михайловой, Михайловой, неожиданно упоминается со своей девичьей фамилией Балакирева, вот, то есть, это, конечно, прямое попадание, безусловно, это дочь Гаврила Семеновича, следовательно, это двоюродная сестра Шута Балакирева, которая проживала в сельце роднёва Гальмёва тоже, вот, проживала, это, опять же, видно по исповедкам, какое-то время её там не было, и её супруг Андрей Михайлович сын Михайлович тоже присутствовала, вот, но затем она уже, в принципе, на протяжении довольно долгого времени именно ходила на исповедь, то есть, там же и жила, вот, ну, а, о том, собственно, то есть, понятно, что Гаврил Семёнович дядя, это двоюродная сестра, Андрей Михайлович Михайлов, муж, вот, Варвара Семёновна и Робкина, конечно, остаётся пока загадкой, пока не удаётся доказать, кто она была, я подозреваю, конечно, она могла быть просто каким-то лицом, да, не обязательно родственница или свойственница, но, в принципе, я подозреваю, что, наверное, это тётя Балакирева, вот, и дядя, тётя, поскольку Гаврила Семёнович Варвара Семёновна как-то совпади немного, ну, конечно, это домыслы пока, дай бог, удастся всё-таки доказать когда-нибудь, вот, может быть, опять же, где-то она будет со своей вечной фамилией, появится, вот, собственно, вот такой вот у нас расклад, то есть мы видим, что действительно здесь сформировалась вот определенная, то есть здесь вот семья, причём мы видим, как бы, наследование, да, видим Виадю, двоюродную сестру и, вероятно, ещё тётю, то есть маленькое сельцо, там очень много, в принципе, Балакиревых, то есть вполне возможно, действительно, Иванчин Писарев, может быть, был прав, что Балакирев родился здесь, возможно, если родился его отец, или, ну, возможно, они здесь все жили как раз, вот, и как раз вот так, постепенно переходим к вопросу о месте рождения Балакирева, который, можно, пожалуйста, следующий слайд, да, извините, перепутались слайды, это иллюстрация к Макопцу, это, вот, здесь кусочек древнего леса, он и на планах генерального межевания указывается, и в кисловых книгах я последила, это он, этот лес, то есть он уже известен до мной и до сих пор прекрасно существует, вот, скажу, по секрету, там растут очень, очень много грибов, да, вот, это да, извините, такое лирическое отступление, еще слайды перепутались, не кстати, тогда можно, пожалуйста, следующий слайд, да, все-таки все что-то перепуталось, ну ладно, в общем, мы видим, конечно, родословную, примерно составленную, примерно, поскольку, конечно, здесь понятно, в принципе, все лица, все люди на ней обозначенные, кроме Варвары Семеновны, они, ну, все явно, конечно, они родственники Ивана Алексеевича Балакирева, вот, собственно, здесь как раз, да, вот указано, это по информации Татьяны Андреевны Зайцевой, да, описанной в его монографии, то есть как раз у Ивана Алексеевича сестра Авдотья Алексеевна, вот, и возможно, еще тетя, то есть, собственно, это вот, вот, такова картина ближайших родственников Балакирина, вот, причем, как написано было, да, в прошении, что у Балакирева других сестер нет, то есть у него остались только жена и сестра из ближайших самых родственников, вот, и действительно, у Балакирева не было, по всей видимости, детей, вот, вообще, конечно, эта ветвь, забегая вперед, она оказалась, простите, довольно печально в плане продолжения рода, да, то есть у Ивана Алексеевича детей не было, у Настаси Гавриловны, по всей видимости, тоже не было, раз крестьяне писали, что она отпустила всех крестьян, поскольку у нее ни сродников, никого не осталось, и к тому моменту она вдовела, и детей тоже нет, вот, может быть, конечно, у сестры Балакирева было потомство, к сожалению, я этот вопрос не изучала, вот, это вот то, что касается родословной древа, да, Балакиревых, честно говоря, боюсь даже думать, что может быть на следующем слайде, потому что все перепуталось, но, да, у меня, да, у меня просто сломался, сломался ноутбук, и я делала презентацию в телефоне, на коленках буквально, поэтому, вот, вот, да, как раз сейчас подходит картинка, вот, ты касается места рождения Шута Балакирева, да, как раз доводы, вот, сбегая вперед, скажу, что мне не удалось все-таки доказать, где он родился, может быть, пока не удалось, а может быть, я даже склонно думать, что и не удастся, потому что, да, к сожалению, Балакирев родился в 1699 году, и, понимаете, тогда метрик не было, вот, то есть где-то какие-то косвенные данные, да, может быть, что-то проскользнет, вот, но я нашла два документа, вот, которые могут, вот, собственно, два соперника между собой, Коломенский и Касимовский уезд, где мог родиться Балакирев, и это далеко не все, то есть, конечно, еще, может быть, еще третий какой-то вариант, а может быть, и четвертый, вот, и мы едем, собственно, доводы, да, плюсы, вот, ветки аргументы, да, за родину, где родился, мог родиться Балакирев. Вот, по Коломенскому уезду я нашла отказную грамоту 1691 года, то есть раньше рождения Балакирева, отказная грамота некому Балакиреву на некое поместье в Коломенском уезде. К сожалению, этот документ, конечно, очень интересный, но остался, в общем, нет первого листа, то есть никаких исходных данных, кто этот Балакирев, вот, и что вы конкретно за поместье, то есть нету данных, и там очень много утрачено просто, то есть там очень сложно даже что-либо прочитать, вот, ну, хотя бы какая-то фабула есть, то есть с учетом того, что, по крайней мере, в пестовых книгах, правда, 1577-1578 года Балакирев, Балакирев упоминались только в Коломенском уезде, но в несколько ином довольно далеко от Маковиц, и это не те Балакирева, о которых мы говорим, то, конечно, может быть, все что угодно, могут быть это и те, но, скорее всего, рассад отказная, то я подозреваю, что все-таки это на Маковиц. Вот, плюс, первый, вот, это отказная грамота до места рождения, то есть, да, могли получить поместье и жить, и там мог родиться Балакирев спустя 8 лет, вот, еще один плюс, да, жительствование дяди Ивана Балакирева в Коломенском уезде, да, то есть, он там жил, если еще там жила, если удастся доказать, что Варвара Семеновна и Робкина это тетя, то еще и тетя имела отношение, тоже жила, то есть, они тяготели к этому селению, вот. Да, и еще один довод, что Анима говорила, что по заложенным деревням был вызван Гаврила Семеновича Балакирев, и очевидно, что имеется в виду владение в Коломенском уезде, и, судя по всему, потому, что на какой уровень, собственно, вышла расплата с долгами Балакиревых, видимо, все-таки эти деревни были дороги Ивану Алексеевичу, племяннику. Вот. Еще одно косвенное доказательство, также из писем императрицы, императрица писала Султыкову о том, что ежели Балакирева, отец в Москве, то тотчас его отправь сюда на почту, дав ему покоевые сания солдата. Вот. Она не писала для чего, ей нужен был зачем-то отец Балакирева, по всей видимости, Ивана Алексеевича, потому что всех своих письмов она писала, обращалась к Ивану Алексеевичу, то есть, очевидно, что это, то есть, относительно него, и писала, что это его отец. Вот. То есть, опять же, в ответ ей доложили, что отец Балакирева уже уехал в деревню. То есть, императрица, получается, знала, видимо, что отец Балакирева находится в Москве, может быть, живет или долгое время, то есть, она знает, она говорит, если он в Москве, то пусть, мол, зайдет, да, ну, так, получается, звучит-то, вот, то есть, видимо, где-то он, вот, да, в московском регионе жил, к сожалению, непонятно где и не указано, что за деревня, да, то есть, можно, конечно, предполагать, что он из Москвы поехал в Касимов, вот, ну, логичнее, что ближе Рязань, ну, как-то вот, не знаю, странно, то есть, Москва-Подмосковье вот сразу думается, что это поближе, по крайней мере, хотя, в принципе, Коломне-Рязань тоже, от Коломны не так уж далеко, вот, ну, и в данном случае, вот, с учетом всех этих факторов, сообщение Иванчина-Писарева у нас получается, теперь уже не сомнительный факт, а, в принципе, плюс в копилочку, что все-таки есть какая-то информация, да, есть мнение, что он там родился, вот, ну, и, собственно, то, что касается Касимовского детства, тоже весьма вероятно, что Балакирев родился там, почему, потому что я нашла, опять же, челобитную, служилого человека Алексея Балакирева, а выдача повторной отказной грамоты на купленную им в 1694 году деревню Измайловку в Касимовском уезде, этот документ, к счастью, сохранился намного лучше, и мы видим все, собственно, данные, кто купил, что купил, вот, к сожалению, Алексей Балакирев указан просто Алексей Балакирев, то есть без отчества, чей сын не написано, вот, можно предположить, что это отец именно нашего Ивана Алексеевича Балакирева, еще один интересный вопрос, а насчет отчества Балакирева, что-то, существует мнение, что не до конца понятно, был ли он Александрович или был ли он Алексеевич, полагаю, что все-таки был он именно Алексеевич, почему, потому что, опять же, по данным Татьяны Андреевны Зайцевой, которые, опять же, повторюсь, что она изучала родовой архив Балакирев, вот, в этом архиве есть, и врагаду тоже, есть несколько родословных росписей рода Балакирева, эти росписи предоставлялись для, ну, для герба, то есть, ну, в принципе, это, ну, официальные документы, да, вот несколько росписей, одна из них по всей видимости не совсем правильная, а вот вторая роспись как раз, там указано, что отца Ивана Алексеевича Балакирева зовут Алексей Семенович, с учетом того, что мы знаем точно, что дядя звали Гаврила Семенович, то есть, мы можем сделать вывод, что правильнее, скорее всего, вторая роспись, что он Алексей Семенович, а раз он Семен, ну, в общем, получается, что отчество Балакирева все-таки Алексеевич, а не Александрович, по всей видимости, вот. А вы что родосли? Я не знаю, я не смотрела, это я, я до нее не добралась, да, нет, это я отсылаюсь на Татьяну Андреевну Зайцеву, ну, она доктор искусствоведения, ну, я думаю, можно доверять данным. Она посвящена на Милею? Милею, да, Милею, и в рамках своего исследования она также... Безусловно, да, безусловно, но, может быть, когда я не доберусь. Я бы, конечно, сама хотела бы посмотреть эти документы, к сожалению, не имея возможности. Вот. И еще за Касимовский уезд плюсы, да, Иван Алексеевич Балакирев тяготел к Касимову. То есть, изначально, как получилось, что когда Иван Балакирев с Петром Первым плыли по оке, к нему Касимова, Иван Балакирев и Петра спросил, что это за город такой. Ему сказали, что это город Касимов, ну, центр бывшего Касимовского ханства. Но, собственно, ханов уже нет здесь. А Балакиреву, видимо, это место понравилось. Еще неизвестно, по какой причине понравилось, может быть, он здесь родился, да. Вот, то есть, может быть, он как бы и хотел. И, собственно, Балакирев пошутил, что вот-вот мне бы быть Касимовским ханом. Но, ладно, но Петр в шутку ему пожаловал этот титул, а уже Екатерина Первая, да, Ва Петра, уже пожаловала этот титул царя Касимовского. Также мы были пожалованы в это же время имения в Касимовском уезде. Это одно из сел Уланова гора. По всей видимости, там он умер, поскольку по преданию, кажется, по преданию, умер в Касимове, похоронен в одной из церквей. И забыла, как это называется, в Касимове, на окраине города Касимова. То есть, там как раз и было это селение Уланова гора. Видимо, там он и доживал свои дни. Вот. И что самое интересное, после смерти Балакирева в наследственной массе деревни Измайловка Касимовского уезда не указывалось. То есть, возможно, она была утрачена, да, так-то. Может быть, там ее как-то продали, что-то, в общем, каким-то причинам Измайловки не было. То есть, там были совсем иные селения. Тем не менее, Балакирев трепетно относился и к Касимовскому уезду. Возможно, потому что он здесь тоже мог, ну, он мог здесь родиться. Вот. Поэтому здесь получается у нас, в принципе, равная пока расстановка сил. А может быть, и родился, и похоронил в Касимовском, да. Ну, в принципе, да. Ике-оке, похоже, не нахуй. Да, вот. Поэтому, собственно, вот мы видим пока вот так, такую картину. Может быть, потом всплывет какой-то вот новый факт, может быть, который станет каким-то более еще веским аргументом. Вот. Поэтому в данном случае еще и сообщение Ванчины Писарева у нас, получается, теперь уже стало не просто сообщением, а аргументом. Вот, собственно, далее я хотела бы, да, мы установили, что действительно в Коломенском уезде были Балакиревы, те самые Балакиревы. Вот и далее мне хотелось бы немножко рассказать о своем маленьком эксперименте. Я о нем пока еще ничего нигде не говорила. Слово сказать, что, в принципе, моя вот эта работа с Балакиревым сейчас, она у меня так на две части поделена. То есть, часть вышла, эта статья в Коломенском альманахе 19-го года, другую часть я отправила уже вот то, что я нашла по Гаврилию Семеновичу, поскольку информация приходила постепенно, вот, по Гаврилию Семеновичу, вот, выйдет в следующем году. Поэтому все мои вызыскания подлежат публикации, у меня очень большая работа, вот, я надеюсь тоже ее публиковать. Вот, сейчас я расскажу то, что я еще нигде не публиковала. Конечно, это тоже предположение, это вычисление, это, если хотите, геометрия, но, тем не менее, может быть, она имеет под собой какую-то основу. Где-то на следующем слайде, на каком-то, да, вот, видео, да, на этом, когда, опять же, я здесь продублировала положение границ в селении, теперь мы точно знаем, что Гаврила, господи, Настасья Гаврилова, Михайлова, это она и есть Балакирева, вот. И, собственно, границы проходят именно так. Я проанализировала генеральный план села Галачелова и Хмутова в ЦГА Москвы, проанализировала планы врага, планы генерального межевания сельца Роднева Гальнева и Троицкого Галачелова. Вот, все это проанализировала и, в принципе, картины везде сходятся, все одно. Границы проходили именно вот так, то есть, так вот, как-то, вегзагообразно, что ли, вот. И самое интересное, что эти границы, почему я настолько на местности смогла провести все эти грани, потому что сохранились, по всей видимости, межи 18 века тех лет. Они до сих пор, их и видно из космоса, и, собственно, там далее, вот, в моей презентации будет, я походила по этим межам, то есть, это довольно-таки большие рвы. Вот, то, что это межи, то есть, это очевидно, поскольку наложение границ и расчеты, они дают вот такой результат, это абсолютно точно они. Вот, и как раз, нужно, пожалуйста, слайд переключить. Да, вот как раз, собственно, межи, то есть, как мы видим, да, проходило, то есть, одно село было поделено границами, было разделено, как мы теперь уже это знаем, понимаем, физически границами, рвами. Вот, и получается так, что вот эта северная часть села, то, что мы видели на предыдущем слайде, это как раз и есть тельцо роднего Гольнева тоже, оно маленькое. На момент проведения генерального межевания насчитывало 15 душ. Вот, и, собственно, вот так эта реконструкция на основе этого плана, как оно выглядело, вот, то есть, здесь они до сих пор проходят вот эти отрывы межи, здесь, собственно, сельцо, деревенская улица, сельская, и здесь идет дорога, она до сих пор сохранилась. То есть, эта дорога, по ней ездят активно, вот, то есть, она, вот, она, что и тогда шла так, и сейчас так шла, вот, и, собственно, вот, вот такие изображены, изображены на ней строения. К чему я это все подвожу, потому, что раз, ну, возникает вполне, как бы, справедливый интерес, да, что раз здесь жил Гаврил Семенович Балакирев, жила Настасья Гавриловна Герубкина, жила некая, да, где-то они жили, значит, был дом. Условно говоря, усадьба, да, где они, собственно, проживали. Вот, я попыталась предположить, где могла быть эта усадьба. К сожалению, опять же, повторюсь, это мои расчеты, то есть, для того, чтобы это понять, наверняка, нужно, наверное, провести исследование уже на местности, да, но, наверное, это довольно сложно, по крайней мере, сейчас. Вот, и, то есть, мы видим вот так расположены строения, то есть, два маленьких домика каких-то, двора, да, и, собственно, здесь вот много-много какие-то большие постройки, причем целые. Я предположила, что усадьба-дом располагался где-то здесь, на этой стороне. Во-первых, логично, что все-таки Деревенская улица как-то она делила на двое, да, собственно, часть господскую, часть крестьянскую. Причем, у Балакиревой, по исповедкам, если посмотреть, там, большинство, наверное, душ, это были дворовые, дворовые, то есть, они жили, да, как бы, в садьбе, то есть, в принципе, деревенских домов было действительно не так много, вот. То есть, я предполагаю, что усадьба была вот здесь, в принципе, это, видно, довольно большие здания какие-то, возможно, хозяйственные постройки, вот. И также на плане генерального межевания врагада, сельца раннего Угольнева тоже, там изображены, собственно, условное обозначение, столбы и ямы. Здесь яма вроде бы как, здесь вроде бы как столб. Ну, в общем, какие-то, да, вот на углу получается, то есть, там, где делает резкий поворот под углом межа, там какой-то был опознавательный знак. Вот, это было нормально. Вот далее, как раз я предполагаю, что это был за знак, вот на следующем слайде. Нужно, пожалуйста, да. Вот, собственно, эти результаты моего эксперимента, конечно, плохо видно. Я использовала программу «Виду планеты Земля» съемки от марта 2016 года, где очень хорошо видны все следы, да, то есть, какие-то холмы, опять же, рвы, днижи, и, то есть, это очень хорошо видно и скопнуто. Вот, и вот, то есть, здесь, конечно, плохо видно, но вот, в общем, да, то есть, вот, вот, так же, собственно, как вот мы видели слайд, там, где поделенное имение, вот, как раз вот так вот и шло. Как-то вот эти межи до сих пор и сохранились. Вот, для меня было, конечно, важно установить, где проходила северная граница, поскольку, получается, это все территория Бутурлиных, а в Балакирево-то северную, просто у нас межи ориентир, получается. Вот, и мне было важно установить, вот, где заканчивается, это здесь или здесь, ну, на местности, вот, погулял, скажу, что все совпадает, да, действительно, граница проходила здесь. И сельсо роднего Гальёва, оно было вот здесь, в этой части, не выше, не дальше. К слову говоря, пруд, сейчас не видно, это закрыто. пруд раньше и заканчивался здесь, раньше здесь была плотина. Вот, сейчас он чуть-чуть туда сместился, сделали дорогу и там сделали плотину. Вот, чтобы доказать, где, собственно, заканчивается владение, я провела расчеты, то есть, ну, не буду особо углубляться, да, в описании. То есть, скажу, что я на плане генерального неживания смотрела, да, сетку масштаба, там, сажение, вот, перевела их, вела примерное расстояние, перевела в метры, вот. Вот, и с помощью, опять же, инструмента линейка в программе я рассчитала, вот, от какой-то условной точки, сохранившейся межи, до конца, вот, то есть, расстояние выходит тоже, ну, именно такое, какое должно выйти. Вот, поэтому, вот, действительно, вот такой артефакт сохранится. Вот, и, кстати говоря, дорога вот здесь видна, та самая, которая на плане тоже. Вот, ну, тогда, определив границы, что сельцо роднёва Галёва начиналось сразу же за межой, получается, вот, собственно, вот, можно предположить, где могла находиться усадьба Балакиревых. Думаю, корректнее говорить, называть, всё-таки, говорить о том, что это садьба Балакиревых, вот, несмотря на то, что там, получается, жили Михайловы и робкими, вот, ну, всё-таки, видимо, это врождённые Балакиревы, вот, и это, наверное, корректнее не так называется это. На следующем слайде, спасибо, вот, да, здесь тоже мелко плохо видно, но, в общем, я обозначила, вот, место, вот, где находилось сельцо, это на современной карте, и место, примерно, где могла быть усадьба, это район домовладения 2, по Галачиловской улице, там сейчас, то есть, это территория, это всё современное село, называется Галачилово, как ни странно, хотя, по сути, это Балакиревка, вот, может быть, стоит переименовать, да, в Балакирево, вот, потому что территория Галачилово, древнего, она сейчас это дача, а село всё-таки это получается Балакирево, Балакиревская часть, ну, так вот, и сейчас на том месте, где, по моему предположению, находилась садьба, то есть там, и вот люди, там хозяйственные постройки, то есть место жилое, вот, и далее, у меня на слайдах есть, можно, пожалуйста, да, вот, я произвела такой осмотр, выложку, не так давно, когда тут посмотрела эти рвы, как они выглядят, что это за межи, где они заканчиваются, вот, я засматривала вот эту часть, здесь дорога проходит, асфальтовый, я рассматривала эту часть, вот, это, вот, ещё, то есть, для расчёта границ, мне помогли абсолюты, да, то есть, ну, такие некие географические абсолюты, то есть, поскольку дорога, в принципе, могла меняться, да, мог меняться пруд, очерта не пруда, я уже говорила, что он чуть-чуть сместился к северу, но церковь неизменно стоит, а межи тоже, поэтому, я думаю, достаточно точно можно утверждать это, где находилась семья. На следующем слайде, как раз, да, вот это, собственно, результаты моей прогулки, развела замеры, ну, конечно, наверное, не совсем правильно их произвела, но, в общем, межи довольно глубокие, то есть, как бы, с внутренней стороны льва насыпь больше, она составляет, от самой высокой точки насыпи, да, низа, где-то в районе двух с половиной метров, ну, да, ну, вероятно, вероятно, есть предположение, что там находилась усадьба Батурлиных, и что, скорее всего, границу усадьбы повторяли межу, вот, ну, то есть, они сопарили, вернее, границы дачи и границы усадьбы, вот, межа согласна, очень глубокая, но, опять же, то есть, расчеты и, собственно, изучение, длительное, очень долгое изучение, планов, то есть, очертание границ, оно позволяет абсолютно точно сказать, что границы проходили там, возможно, они просто совпали с усадьбой, вероятно, действительно, скорее всего, и там была еще усадьба, утурлены, что? Может быть, кстати, да, там еще интересно, там еще, ой, длина, к сожалению, я, ну, наверное, да, порядка двухсот миллионов, к сожалению, как-то, конечно, не межает, а действительно, и не правильные, скажем, если бы, может, межай была раньше, но ее убили, да, ну, я согласна, да, они, я говорю, то есть, я почему рассказала математике принцип своего рода, да, просто не стал там цифры приводить, то есть, это абсолютно точно все совпадает, вот, и по очертаниям, по планам, цыгам Москвы, то есть, это вот, вот так оно и шло, и опять же, относительно, то есть, неизменные точки, это церковь, да, то есть, это тоже, вот, а и с внешней стороны рвак, да, где-то, получается, метр-полтора, то есть, ну, конечно, это пологая, я мерила, вот, ну, вот, собственно, высоту, но, вот, как-то так, возможно, действительно, там, да, что-то, более позднее вмешательство были, вот, на следующем слайде, вот, да, как раз это вид на межу, тоже, наверное, плохо видно, но, то есть, вот, получается, вот, она вот так вот проходит, в принципе, да, довольно глубокое, но, что самое интересное, на границе, по границе растут очень крупные деревья, клены, старые клены, очень старые клены, я навела справки, клены живут, говорят, по 200-300 века, иногда и по 400, поэтому, вполне вероятно, что эти клены, могли быть даже неким ориентиром межевым, вот, но это я чуть попозже скажу, можно, пожалуйста, далее, вот, ну, здесь тоже, конечно, видно не очень хорошо, это отвал грунта вдоль межи, уже с внутренней стороны рва, вот, то есть, когда ты уже зашел туда, на территорию бутерлиных, вот, собственно, вот, такую картину видишь, там, конечно, очень сорное место, все заросло кустарником, кленами, вот, но, тем не менее, это очень видно хорошо, у нас там еще дальше слайды, так, можно, пожалуйста, здесь вот я панораму сделала тоже, ну, тоже, собственно, видно отвал грунта вдоль межи, тоже с внутренней стороны рва, вот, и на следующей фотографии, вот здесь, да, ну, тут тоже не видно, вот, вот здесь получается, вот, вот, вот идет граница, а там, ну, тоже, конечно, неплохо, там видны уже хозяйственные постройки, то есть, представляете, насколько близко к этим, ну, я все-таки склонна думать, что ты межи, но, по крайней мере, границы, повторяется, условно говоря, к границам, да, насколько близко эти постройки находятся, да, и как раз вот, я предполагаю, что в районе этих построек-то и была усадьба, вот, то есть, это домолодение 2, по Голочеловской улице, ну, может быть, с погрешностью 2-4, то есть, может быть, ближайшие соседи еще могли быть тоже как-то затронуты усадьбой, вот, так, у меня еще следующее, можно, пожалуйста, спасибо, вот эти как раз клены, о которых я говорила, во-первых, очень интересно, клены растут прям вот, причем клены очень старые, они растут прямо на отвале, то есть, такое ощущение, что, я, конечно, не знаю, когда они там могли вырасти, какие годы, но вот такое ощущение, что их вот посадили или как-то вот, и даже это, знаете, выглядит как, ну, не чистокол, но вот, вот, как вот такая определенная граница, может быть, это было связано с усадьбой бутурлиных, вполне так он может быть, другое дело, на мой взгляд, мне кажется, клены все это не совсем усаденное дерево, края липа, наверное, вот, ну, не суть, и вот, очень интересный, мне показалось тоже примечательным клен, вот, он тоже, он очень толстый, он вообще из двух частей, как бы состоял, он разломился на 2, а вторая часть уже погибла, ну, это отломилось, вот, и он растет ровно на углу, то есть, вот, там, где граница делает поворот под прямым углом, этот клен, вот, на угольный такой, он растет ровно на углу, вот, у меня такое ощущение сложилось, что, возможно, насколько я знаю, такую практику использовали, да, то есть, при неживании, какие-то ориентиры, да, там, может, деревья какие-то, то есть, оставляли, опять же, делали, либо столбы, ставили, либо ямы, возможно, тот самый столб, да, на плане, которым я говорил, который отмечен на плане, возможно, это вот этот дуб и есть, вот, но опять же, конечно, это предположение. А клен канадский или американский? Как бы клен? Не знаю. Они растут очень. Да? Это была бы самосема. Может быть. Ну, может быть, может быть. А раньше, то, что там было на этих местах редколесия? Там вообще, да, было редколесия, но, вообще, лес, я говорю, то есть, лесов, конечно, было намного меньше даже, чем сейчас. Там, скорее всего, даже, наверное, поле было. Да. Пожалуй, да. Вот. Ну, это опять территория по этой идее села. Ну, может быть, да. Вот, и, к сожалению, да, вот это я тоже не выяснила. Ну, опять же, предположение, да, то есть, я говорю, что предположение требует, по идее, подтверждений материальных. Вот. Пенек найти, спилите по годовым колечкам. Да. Кстати, да, вариант. Ну, надо как-нибудь заняться. Вот. И далее. Нужно, пожалуйста, слойить. Вот, да, как раз это вот та самая старинная дорога, которая сохранилась до сих пор. Вот по ней прекрасно ездят. И машина, если это хозяйственная техника. То есть, она тоже это такой, в принципе, ориентир, правда, который может менять свои границы. Не границы, очертания, а положение своей может менять. Вот он, собственно, существует. Вот. Ну, и заключение, да, заключение. Возьми, пожалуйста. Вот. В двух словах, буквально, я хотела рассказать. Но это очень кратко, как раз, о Балакиревске, да, о самой. То есть, о том, как жили там люди. Опять же, из поселенных ведомостей. Информация. Действительно, кстати говоря, вот я смотрелась по ветке 1837 года. Тридцать седьмого года. Там уже крестьяне Балакиревке уже вольные хлебопашцы все. То есть, она умерла в Балакирево, получается, где-то, ну, грубо говоря, между тридцать седьмым и девятнадцатым. Вот. А это вот на фотографии, эту фотографию любезно предоставила фотограф Ирина Волшова. Эта фотография из-за ее личного архива, это владелец местной ткацкой фабрики в деревне Хомутово, ближайшая, то есть, соседняя деревня из Галачелово. Вот. Там, почему я вот эту фотографию именно привела, потому что шведовое было, в принципе, предприятие вроде бы, кажется, небольшое, конечно, не какой-то мануфактурный, да, гигант, но очень много, если посмотреть по поселенным ведомостям, да, не по поселенным, забыла, как называется, в общем-то, другим источником, получается, что в округе, то есть, это такой ткацкий край был, Коломенский уезд, Глебовская Волозь, да, то, о чем мы говорим, то есть, там, практически, в каждом доме был преработок, то есть, брали на дом работу из этой фабрики, и не спрашивали, в общем, да, по заданию шведово ткали, вот, и там даже в поселенных ведомостях написано, что женщины берут на дом материал, вот, ну, и, в принципе, чем жили, еще, получается, там, был, как сказать, написано интересный факт, ну, хотя, может быть, ничего интересного, да, но вот был там Балакировский расставщик тоже, когда выкупли платежи, выплачивали, брали у него деньги взаимые, и тот же расставщик держал лавочку, еще при церкви, вот, что человек еще был богатый, вот, ну, в общем, это так, как бы, такой бонус маленький, в общем, в принципе, у меня все, вот, в Балакировом их предполагаемой родине, в Коломенском и месте, спасибо за внимание, спасибо, спасибо, Давайте поговорим, что докладчиков сегодняшнего, на самом деле, нахожу, очень интересный, аналитики было очень много, подвод по поводу Нижей и Кленов, там, по целой отеке, там, в Кленов, да, ну, насчет Нижей, это я очень... Они вероятно были, но, конечно, в Мижине такие были раньше, безусловно, два метра глубиной это уже не Мижан. Ну, да, но... Возможно, Ирина права, что по старым Мижам, действительно какие-то делались канавы, рыбы какие-то цели, может, ииллиараты, вполне вероятно. Не, но я не отпаливаю, потому что... Ну, то, что они совпадают, это действительно похоже на... Это точно, да, я же считаю. Конечно, чем задавать копать. Ну, потом я даже не сказал, что это явка, а то, что это действительно межа граница. Поэтому, если это для мелиораций, то, конечно, логичнее, когда два хозяя складываются и проводят по границе участка. Ну, это более позднее, уже без хозяя. Ну, понятно, что это все равно. Либо усадьба, как вариант, но слишком большая усадьба. Вот по поводу того, что ни на одной карте нету Балакирева, я тоже посмотрел карты. Действительно, не нашел я ни на одной из вот то, что у меня есть в наличии карты, нет такого. Но, если посмотреть на современную карту, то как раз ниже Галачилова, как раз расположено, так сказать, что СНТ Балакирево называется. Я к чему это говорю? Что, видимо, тем не менее интересна история своего края, интересно, где они живут, даже если это дачники. И они с удовольствием называют свой СНТ Балакирево. То есть, я к чему говорю, что люди, действительно, сейчас ставят историю, им эти фамилии интересны, они даже гордятся, что вот это Балакирево, известно так, а не просто там СНТ Лучик или там Ромашка. Это очень радует. И вот это один из таких положительных примеров, то, что надо использовать, как раз, буквально для того свежей информации. Я несколько лет назад занимался одним родословием и ездил тоже на места, так сказать, событий. Это под Рязанью, известное, как и такое село Ловцы, Ловцы, Любичи, Единого, где был заложен первый военно-российский корабль. Так вот, я ходил по старому кладбищу и знал, что из этого села достаточно вышло много интересных таких людей. Много купцов, мещан, с такими фамилией Кулаковой, которые в Москве эти тропы надержали. И в том числе там были представители рода Ципулиных, один из которых 14 лет был городским главой Калуги. И настолько он любил свою родину, что хотя он большую часть жизни провел в Калуге, тем не менее по раке ходил корабль, назывался Ловцык, то есть, примерно, было села. И когда он умер, то его захоронили именно все равно на родине, где он родился. И я это знаю, примерно определил тоже, где даже была могила, там была такая поляна, пустошь. Так вот, буквально на днях я стал мониторить это место, и выяснилось, что три недели назад люди местные тоже решили заняться своей историей. И попытались найти эту могилу Ципулина, они ее нашли. За два года они скинулись деньгами, помогла администрация. И вот три недели назад они восстановили это место. То есть, они когда стали расчищать, то нашли даже остатки часовни с металлическими дверями, где на металле были выбиты точные даты рождения и смерти целого семейства, которые не были известны. Хотя он был городской главой, там, как сказал по документу, то одна фигура, то другая, здесь прям четко. И они восстановили три недели, вот поставили памятник, выгородили, все. То есть, я к чему, что люди сейчас к этому стремятся. Поэтому это надо использовать, раз люди хотят, чтобы называлась Балакирева. Балакирева, персона интересная. Поэтому надо так и преподавать, и могут какую-то инициативу проявлять, что да, Балакирев родился у Калачелова. Поэтому самое дело ему поставить, например, памятник. Это было, это было, да. А у Захарова его вкосилы, ничего страшного. Да, конечно. Надо использовать эти вещи, когда сейчас кто-нибудь, я просто вижу, по другим тоже таким вещам, что люди уже, да, интересуются, кто был владельцем села, почему название Балакирева, то есть, надо использовать это и на пользу белых. Да, ну, кстати говоря, такая, ну, это тоже показатель, все равно, небольшая ремарочка, что вот эта Балакирева новая, да, которая, это все-таки коттеджные поселки. Я подозреваю, что это люди, во-первых, коммерческая составляющая, поскольку застройщик продвигал, да, эту идею, завлекал, но так люди же завлеклись. Так вот, что-то дело, конечно, да. Каких-то слов это, как у мать? А у вас там, на месте, рядом Балакирев? Да, через лес. Нет, я из других мест рода. Но, кстати говоря, знаете, по секрету скажу, я вот увидела, нет, Буньково, это вот через тот самый, да, через тот самый древний лес, вот там, где грибы хорошие растут. Нет, это километры три, это вообще приходской храм, Голочелово, это приходской храм Буньково, там, где дальше. Так это, может быть, родовые места, нынешние. Да, нынешние. Не место рождения, но место пребывания. Место, да, место рождения, духовное, в котором я очень люблю находиться. Давайте, мы сегодня уже закончим, если у нас вновь не поджимает. Это большое спасибо, было очень интересно, можно сделать сжатый вариант и для газеты. С удовольствием. Все, спасибо большое. А еще нет, да, предлагаю. Хотя она пишет, что и газеты не есть. Да. Я это выгоню. Спасибо.